Всей командой на село. 5 февраля глава района Сергей Маклаков, его заместители и начальники управления районной администрации провели свой рабочий день в Ильинском сельском поселении. Он был полностью посвящен изучению конкретных проблем данной территории, непосредственно на местах и в общении с населением. Это новая практика администрации района, которая начала реализовываться по инициативе главы района. «Я считаю, что такая форма работы перспективна. Во-первых, избирают нас люди для того, чтобы мы решали конкретные их задачи. И это как раз тот случай, когда мы обсуждаем, когда мы выговариваемся, когда мы вместе с ними принимаем решения по тем или иным проблемам». Учитывая большие расстояния поселения, работу организовали поочередно в Ильинском и Заозерском округах. Она проходила по одинаковой схеме. В то время как Сергей Маклаков вёл приём населения, его заместители и начальники управлений изучали ситуацию на своих подведомственных объектах. На приёме у главы района в Ильинском и Заозерье побывали 32 человека. Это значительно больше, чем в приёмный день в администрации района. «Почему, наверное, столько много? Потому что людям не доехать, многим до города, для того, чтобы попасть на приём к главе Угличского муниципального района именно в Угличе, когда я провожу каждый понедельник. А тут мы сами приехали, и здесь люди имели возможность спокойно попасть к главе, пообщаться конкретно со мной. Записали мы все их вопросы, которые были заданы, и пообщаться конкретно с заместителями, которые непосредственно отвечают за то или иное направление». В тот день жители Ильинского поселения смогли получить ответы на волнующие их вопросы, как говорится, из первых уст. Изучив ситуацию на местах, команда администрации района и в Ильинском, и в Заозерье провела совещание с участием поселенческого актива. И везде на первом плане были социальные проблемы. «У нас раньше здесь в больнице можно было лежать и пролечиться. Вот лёг человек, например, из далёкой деревни или откуда-то и пролечиться. Нельзя это возродить хотя бы одну палату, чтобы люди могли не в Углич ездить там и лежать, а здесь хотя бы лечиться». К сожалению, как следовало из ответа главного врача Угличской ЦРБ Михаила Кривого, судьба сельских участковых больниц и Ильинской в том числе решена на уровне Министерства здравоохранения. Здесь возврата к прошлому не будет. «У нас идёт сейчас везде укрупнение. Смотрят рентабельно сейчас, кадры смотрят, очень много составляющих». В то же время Сергей Маклаков сообщил селянам и хорошую новость. Администрации Угличского района при участии депутатского корпуса удалось получить поддержку области в том, чтобы сохранить сельские амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Что же касается более серьёзного лечения в Центральной районной больнице, то здесь, считает глава района, у селян, учитывая транспортное сообщение, должны быть преимущества. «Если есть селяне, то каким-то образом они не должны быть в общей очереди, а как-то здесь они должны в этом отношении быть привилегированы. Чтобы, если они добрались до этой больницы, ну, чтобы они там не сидели три часа и не опаздывали на автобус, а таких случаев очень много». На обоих совещаниях было поднято много вопросов по образованию и культуре. И эти темы оказались наиболее обсуждаемыми. Руководители Управления образования, культуры, молодёжи и спорта посетили все школы и клубы Ильинского поселения. Отсутствием проблем порадовала малокомплектная воскресенская школа в деревне Ново. «Воскресенская школа, да, то есть она вот такой хороший классический пример малокомплектной школы, работающей в таком современном, скажем так, режиме, и школа способна действительно успешно двигаться вперёд, детям давать достаточно качественное образование». Поставки нового оборудования и спортивного инвентаря, которые производятся повсеместно в рамках федеральной программы, закрыли по Воскресенской в школе все вопросы. У педагогического коллектива осталось только одно пожелание. «Хотелось бы нам, чтобы детей побольше было, но это причина, проблема занятости, особенно женского населения, женщин. Но передвижки всё равно бывают у нас, потому что кто-то уезжает, кто-то приезжает. Перспектива рождаемости ещё здесь есть, то есть молодые семьи есть». А пока в Воскресенской школе, как в Европе, на 22 ученика приходится 21 новый компьютер. В Ильинской школе тоже получают новое оборудование, но его пока даже не распаковывают, поскольку в основном здании, для которого оно предназначается, пока ещё идёт ремонт. Глава района поставил задачу закончить его к 1 сентября 2013 года. И в Ильинском, и в Зазерье участники совещаний подробно обсудили проблемы всех учебных и дошкольных учреждений поселения. Где-то нужен высокоскоростной интернет, где-то необходимо построить пищеблоки. В то же время в клубах и библиотеках проблем гораздо больше. И если кадровый потенциал и уровень работы каких-то учреждений культуры не требует корректировки, то материально-техническая база нуждается в улучшении практически везде. «Мы предоставляем услуги населению, а сами по развитию учреждений культуры, наши отстали, мы находимся в 80-х годах. То есть каждое учреждение, в которое мы сегодня только приехали, это везде требует где капитального ремонта, где текущий ремонт». За этим выступлением последовало предложение главы района о разработке муниципальной программы по развитию культуры на селе. Было время, в Угличском районе сдавали по одному новому клубу в год. В последние годы областная программа, обеспечившая их строительство и ремонты, не работает. Поэтому необходимо изыскивать свои возможности. «Может быть, там будут сразу не какие-то большие деньги, но, по крайней мере, будет понимание, что мы в этом году сделаем вот это, вот это, не просто размазываем, а делаем нормально. И дальше мы делаем вот это. Вот давайте мы это посмотрим». Обсуждая вопросы жизнеобеспечения, говорили о продолжении ремонта дорог, о движении автобусов, об освещении населённых пунктов, о проблемах водоснабжения, об обеспечении дровами и перспективах газификации. Как выяснилось, для Ильинского мечта о голубом топливе не такая уж и несбыточная. «По газификации мы реально сдвинулись и реально пошли на село. Мы сейчас плотно занимаемся, это Скорняков Сергей Евгеньевич, который занимает у нас, это директор облгаза, от которого зависят вот эти все программы, и он нас в эти программы включает для того, чтобы мы газифицировали село. Я не могу сегодня назвать, в каком году мы загазифицируем село Ильинское, но я вам могу чётко сказать, что мы в этом году заканчиваем Кулейму, полностью газификацию, все будут пользоваться газом. И мы начинаем проектирование уже в сторону Ильинского». Газификация для Ильинского поселения – это прежде всего перспектива экономического развития территории и занятости населения. Таким образом, вопросы, поставленные и рассмотренные на совещаниях, охватили все стороны жизни селян, а некоторые из них решались непосредственно на месте. Данное начинание оказалось полезным для всех его участников. «Два проведённых круглых стола в Ильинском и в Зоозере, они, значит, показали, ну, во-первых, показали населению и показали нам, администрации, в каком направлении двигается, значит, район, двигается администрация, значит, какие нужно нам сделать корректировки. Ну и люди услышали, так сказать, из первых уст о том, что планируется, что будет делаться, ну, что, значит, планирует район и как мы будем жить дальше, продвигаться в тех или иных вопросах». «Очень хорошее то, что обращение пойдёт всё вот к населению, вопросы большинства с культурой, вот с организацией вот и спорта, чтобы были дети и молодёжь занята, и для пожилых особенно решится вопрос с дровами». «Я считаю, что мероприятие удалось, прошло сегодня в таком, в рабочем режиме, в хорошем, полезном, рабочем для деревни режиме. Считаю, что такие встречи нужны и в дальнейшем, потому что вот в таком составе именно все руководители, вот районные руководители, у нас, конечно, впервые, вот чтобы собрались все вместе, и деревенские активы всех властей здесь все вместе. И как бы считаю, что продуктивные люди получили ответы на свои вопросы, и власти поставлены цели и задачи, какие, что необходимо сделать именно в деревне конкретно». Администрация района планирует подобные визиты во все сельские поселения. Глава района поставил задачу – выполнить эту работу в течение двух ближайших месяцев. Продолжение следует... Продолжение следует...